Россия укрепляет временно оккупированный Крым оборонными сооружениями. Роют окопы в районе Медведевки, это как раз на Ченгарском перешейке. Создают линии дополнительных фортификационных инженерных сооружений в районе Армянска. И рядом с селами Маслова и Ново-Ивановка, это Джанкой. То есть это места сосредоточения российских военных баз. Ситуация дошла до того, что окопы роют даже на пляжах. Дополнительные инженерные сооружения создаются и в Сакском районе, это в районе села Витина. Причем очень показательно, что роют окопы непосредственно на пляжах. В этом летнем сезоне крымчане будут трудиться не в курортной сфере, а в окопно-строительной. Причем за сущие копейки. Джанкой укрепление окопов. Требуется разнорабочие для работы по укреплению окопов на два месяца. Люди без желания работать и у кого проблемы с алкоголем, просьба не беспокоить. Нужны крепкие работящие сотрудники. После окончания работ по укреплению окопов возможно дальнейшее трудоустройство на строительных объектах ПРК. Похоже, оккупанты не на шутку испугались той самой легендарной Бавовны. Я напомню и проведу аналогии с успешным характером деоккупации Херсонской и Харьковских областей. Первым этапом ее было нанесение ударов по тыловой инфраструктуре. Это склады СБК, место постоянной дислокации личного состава и, соответственно, реализация логистики. После сообщений о резкой активизации противостояния на запорожском направлении, а речь идет о так называемой разведке боя со стороны вооруженных сил Украины и, соответственно, нанесение огневого поражения по тыловым базам накопления, именно на оккупированном территории в авральном порядке начали создавать так называемые инженерно-фортификационные сооружения. Но как бы россияне не окопались, им все равно не скрыться от вооруженных сил Украины, которые уже совсем скоро освободят Крым, так же, как и все незаконно отобранные Украины территорий.